здорово привет сегодня крутая съем слушай блин я всю ночь короче не спал прям такое предвкушение мандраж ну что нас принципе то уже ждут так что погнали а сейчас алё а это прям срочно так нужно ну как бы нам весь день так-то разорвет не ну понятно ну как бы неудобно все равно ладно давай блин слушай ну слов нет такая тачка на тесте сейчас было просто поехать отснять ее начальство попросила куда-то вам через весь город гонять короче погнали что за спешка-то не знаю какой-то грудь надо перевести есть там что-нибудь маленькое да фиг знает как бы не рояль какой-нибудь сужай по моему вот этот вот как мы ее повезем сужай ну может багажник те на крышу пределом часть багажник нету ну 500 килограмм груз на себя привет а я же фургон был да а ну слушай вообще шикарно тогда мы все летим к тебе спасибо супер-супер погнали вот он вот он вот он отлично наш спаситель вот это я понимаю тачка лично лично посмотри кузов одиннадцать с половиной кубов да это лучше чем на крыше 500 килограмм возить какого большие но стальная защита отлично ох нифига себе очень высокая посадка а как тут сиденье пониже опустить а похоже что никак так а руль то хотя бы регулируется руль регулируется по вылету после легковой машины посадка кажется совершенно непривычной честно говоря маршрутки когда за проездки удаем машине это справишься сейчас и узнаем о отпустить ручник надо чуть ли не нырнуть туда попробуем тронуть о пошла дизелек очень хорошо берет с первой передачи первая передача очень короткая на второй он едет прямо как легковая машина но это пока порожник движок какой здесь дизель 120 лошадиных сил это че за фигня клипсы для бумаг ну как тебе за рулем этого автомобиля самое удивительное ощущение это высокая посадка огромное лобовое стекло поэтому ощущение скорости кажется двукратное едешь 60 как будто бы 120 ну и управлять такой машиной в городе очень здорово потому что хорошо ощущаешь габариты и видишь далеко вперед в принципе можешь прижиматься достаточно близко к машинам я смотрю не всем это нравится но с моей позиции вы кажется абсолютно нормальным потому что зеркала огромные плюс еще с двумя зонами сидение конечно как маршрутки да когда есть по существу маршрутка зато мне очень нравится как расположен рычаг коробки передач жалко в легковых машинах так делают редко но переносить руку с рычага я на руль и обратно очень удобно смотри в чем прелесть дизеля можно тронуться со второй передачи причем даже лучше чем с первой первая очень короткая сразу утыкаешься в ограничитель а со второй самая тут рельсы подряхивает еще бы она порожнее сейчас нагрузим будет помягче у нее сзади рессорная подвеска она немного раскачивается на ухабах в принципе плавность хода неплохая особенно мне нравится как она всякую мелочевку полета сюда влезет да конечно у нее кузов 3 метра ширина между арками метр сорок так что сюда несколько полет плашмя влезет отлично вот она наша полета да прикольно на нем парковаться назад то я ничего не вижу только наружные зеркала поэтому лучше сдавать очень аккуратно и даже по сигналит если что вот так нормально а другое дело фигасе он просел то все отличненько спасибо большое спасибо и открыт Вроде бы мягче идет Да, ну мы ее нагрузили Теперь вообще здорово стало О, смотри, рельсы Нифига себе тут выбои Сейчас проверим, какой у нее Просвет Да, тресет Когда едешь на такой машине Не нужно забывать, что у тебя задние колеса Находятся в трех метрах позади передних Поэтому, когда передок мягко Принувал препятствия, нужно Не торопиться нажимать на газ Иначе заднюю часть подбросит Слушай, по-моему, мы в тупик С тобой приехали Или вон там налево можно Непонятно Какое-то злачное место Так, ну понятно Точно тупик Блин, а назад поскольку ехать Придется разворачиваться здесь Давай попробуем Да, вот отсутствие салонного зеркала Как бы очень мешает обычному водителю Потому что он привык по нему ориентироваться Хорошо, что у него капота почти нет Блин Я вот с этого места Совершенно не вижу задний габарит У него длина 5,4 метра А, блин, так лучше километр был А изнутри мне кажется, что я уже в трубу уперся Задний габарит очень сложно почувствовать Потому что по зеркалам ты абсолютно уверен, что уперся в трубу А вот что мне нравится в таких машинах Это радиус выворота Можно стоять почти вплотную к препятствию Вывернуть руль до упора И выехать вот так вот, как делают маршрутчики Изнутри вот, ей-богу, кажется, что мы уже пол трубы снесли Субтитры сделал DimaTorzok О, Артемыч, давай я вот это подсниму Сейчас Подержи камеру А что ты хочешь снять? Я покажу, как дверь закрывается И что-то подсветка работает Давай Сюда ядер поднялся Как тебе машина-то? Проехался же Мне понравилось Первый раз на такой проехался Маневренность великолепная Только в городе я не знаю, как на ней ездить Мне наоборот показалось, что в городе это супер машина Во-первых, высокая посадка Во-вторых, вот такие вот огромные зеркала В-третьих, тебя все, ну, условно говоря, боятся Едешь как на Toyota Land Cruiser Все шарохаются от тебя Такие же машины не очень уважают на дороге Они считаются медленными Их обгоняют, подрезают Ну, Жень, ну, не знаю Она достаточно динамичная Если использовать возможность ее дизеля То, в принципе, ты едешь абсолютно в ритме потока А желающих обгонять-то, как таковых, нет Потому что все понимают Машина большая, тяжелая Не дай бог за рулем какой-нибудь там неадекват Все больше проблем наживешь Поэтому лично мне за рулем было даже комфортнее Чем в какой-нибудь легковушке Или, не дай бог, малолитражке Слушай, ну, это все пофиг Главное, мы груз увезли Людей не подвели Я считаю, это главное Спасибо машине Ну, и, наверное, что? Закругляться будем? А то холодно уже Поехали Парни! Откройте! Откройте, говорю! Блин, да че ж такое-то? Ээээ! Блин, и садовый забор Ээээ! Кто-нибудь! Люди! Класс! Ээээ! Ха- 4000 Субтитры создавал DimaTorzok